Всем привет, с вами я, Вадим Сено, игра American Track Simulator и у нас версия 1.35. Да-да, она недавно вышла, мы её чуть-чуть продегустировали, но на самом деле будем сейчас её испытывать. Прям вот сейчас. Тут негабаритные нам перевозки, диспетчер прислал письмо. Здравствуйте, у меня очень хорошие новости, благодарю нашим связям нам удалось получить контракты на перевозку крупногабаритных грузов. Их перевозка потребует истинное профессиональное терпение и кому, как не вам, это под силу. Стоит ли поговорить, что такое перевозки приносят большую прибыль? И тут они рассказывают, в каких городах эти перевозки можно будет взять. Это, конечно, хорошо, но это одна из новинок в 1.35 версии игры. Что ж, как вы помните, у меня 4 грузовика, 1 гараж. Мне надо ещё накопить на одну машину. И будет у нас, вернее, мы после того, как купим ещё одну машину, будем мы уже, подождите, может... Наверное, мы всё-таки каждому грузовику купим по прицепу, а потом уже будем покупать новый гараж. Ладно, да, это будет одно из двух. Ну, в общем, берём заказы. И мы сейчас находимся в городе Лос-Анджелес. И у нас первый же груз, куда он едет? В Орегон. Хотя тут написано Бэнд. А где тут Бэнд? Бэнд, я не вижу. Где тут? Тут нету Бэнд. Хотя тут показывают Бэнд. Бревноукладчик. Бревноукладчик. 60 тысяч. 768 миль. Давайте возьмём этого бревноукладчика. Я просто не знаю, тут городок Бэнд. Кстати, нам же добавили штат Вашингтон. Вот ещё одна новинка. Кстати, вот эти города. И мы, да, едем мы в Бэнд. Хотя тут я этого городка не вижу. Может, добавили, но на карте почему-то его нету. Флажок стоит, а города нету. Как такое может быть? Ладно, поехали. 60 тысяч как-никак. Крупный куш. Погнали. Хотя нам показывают, что наш грузовик не подходит. Но мы берём и едем. Чуть что застрянем. Ничего страшного. Так, погнали. Вот наш грузовик. Наш гараж. Можем, кстати, заправить. Да, давайте заправимся. Только побыстренчику. Тут, по идее, у нас заправка должна быть бесплатная. Чпок, чпок. Загружаемся быстренько. Быстренько грузимся. Затариваемся топливом. Не, всё-таки деньги с нас сымают. 342 доллара. Да, сняли с нас 342 паксов. Жадины. Пожить спокойно не дают. Даже тут. Поворот. Машин нету. Ну, выезжай. Алло. Вообще, блин. Плохо. Ааа. Красный. Ммм. Подъезжаем к перекрёстку. Медленно. Уверенно. Ползём. Как черепахи. Там уже, наверное, зелёный включился. Не, не включился. Машины ж едут. Стоп. Красный горит. Там, кстати, нам... К нам должен подсесть один пассажир. Скоро. Ну, вот когда, не знаю. В общем, зелёный свет, мы поехали. Скоростной режим. 30 миль. Если вообще видеть, кто здесь. Так, нам надо перестраиваться. Ничего не видно. Включите свет. 7 часов вечера. Ну, да, конечно, темно будет уже. Пойдём нам направо. Нормально, на красный свет грузовик поехал. Это как возможно? Почему его не штрафуют? Люди. Ещё и этот стал. Я бы уже повернул. На красный свет, лишь можно поворачивать. Так, нинус нарушаем. Держимся в этой полосе. Нам скоро налево будет поворот. Поворот налево. Зелёный. Быстро зелёный. Нам зелё... О, зелёный. Отлично. И тут нам налево. Класс. Тут только поаккуратнее бы сейчас. Как? Залетим. Блин, куда-то мы вообще едем. Кто так строит? Алё, народ. Это ж нереально. Туземцы какие-то. И выезжаем на магистраль. Это ж ещё 37 миль ехать за этим грузом. Сейчас пока доедем, точно, блин, этот груз пропадёт. Так, 55. Погнали. Ограничения выключаем. 55 миль у нас вперёд с песнями. Перестраиваемся. Тихо, тихо. Там красный свет. Погнали. Блин, обогнал нас. Эта легковушка обогнала. И опять 30, блин. Вы чё, издеваетесь. Блин, легковушка. 65, давай. 65. О, 55. Отлично. Погнали, погнали. Легковушка. О, я тебя догнаю. И мы тебя догнали. Мы тебя догнали. Притормозить бы тут поворот сильно крутой. Ну, чуть не врезался в эту легковушку. Потому что тут 30 миль в час ограничения. Вот. А 33 нам не надо. Нам 30 надо. Всё равно как-то нам медленно едет эта легковушка. Как для 30. Тоже 29, она еле-еле едет. Тоже 29, она еле-еле едет. Ну, и будет рассказывать нам байки. Чтобы нам скучно не было. Но это не факт. Потому что я не знаю. 30 миль. А не 60. Ну, почему так медленно 30 миль? Погнали. Жми. Погнали. В общем, про пассажир. Пассажир неизвестный. Паспорт не предъявлял. И неизвестно, предъявят или нет. Кто такой и куда едет, тоже нам ничего не рассказывали. Так что надо будет спросить. Проверить документы. Спрятать деньги. В кабине. Угу. Ну, и придумать темы для разговора. Всё, коломаны. Чуть не врезались. Сейчас точно приедем. Ни груза, ни пассажира. Будет война, мы все зуха. Ты же не знал, что так далеко ехать надо за этим грузом. Аж 40 миль, блин. Почти приехали. Так, тихо. Осторожно. Вот где-то здесь надо поворачивать. Чш-чш-чш. Плю, тихо. Вот, приехали. Вот, приехали. Так. Хрус вижу. Пассажира не вижу. Эй, пассажир, ходи сюда. Значит, Лос-Анджелес и в Бент. Мы едем в Бент. Хорошо. Ничего страшного, что у нас машина слабая. Едем. Вот наш мой груз. Трактор. По вырубке леса. Тихо, не врежься. Ну-то у американцев такие грузовики, что капец. Вот и врезался. Поехал. Назад. Назад. Да шо, что включить? Не надо нам включать стояночный тормоз. Когда надо, он не сработал. Да, блин. Жорики. Вот такой у нас трактор по вырубке леса. Громадный. Поехали. В общем. Да, конечно, с таким прицепом это куда-то ехать. Это сейчас уже был у меня такой опыт с такими прицепами. И заканчивался он не всегда хорошо. Так. Машин нету. Тут вообще-то надо полицейские, чтобы впереди ехали. Чтобы предупреждали, что тут негабаритный груз едет впереди. Ну, в общем, с грузовиком разминулись. Поехали. Пассажира нету. Не знаю. Может быть, по дороге где-нибудь. Где-нибудь, когда-нибудь он присоединится. Так, что за штука? Это туда ехать, блин. Капец. Тут негде разминуться, блин. Еще и скорость. Так. Доход от водителя Томаса. 251. Поворачивай. Вообще. Тут такие повороты. Не повороты, а убийцы. Если бы кто-то по встречке ехал, то все. Мне труба. Мне и так денег мало. Ну, как мало. 126 тысяч долларов. Это вам не шутки. Можем, кстати, покупать машину. Но надо приберечь. Вот это вот поворот сейчас будет. Их. Главное вписаться в поворот. И чтобы на встречке не было грузовиков или машин любого полета. Так. Вроде вписались. Да. Отлично. Вон там вот нам надо поворачивать налево. И выезжаем, выскакиваем на трассу. И все. И мы как в шоколаде будем. Это тут проблематично. Поворачивать. Но вроде вписались. Да. Хороший водитель, это тот водитель, который доезжает до финишной черты. Ха-ха-ха. Правда, уже темнота настала. Девять часов вечера. Мы еще ничего не ели. Не говоря про то, чтобы выпить. Ну, выпить кофе они, блин, то, о чем вы подумали. О, полицейские стоят. Сбиваем. Нет, конечно, объезжаем. Какого-то преступника споймали. Вы поняли. Преступники, они и в Африке преступники. Так. Сворачиваем сюда. Не, не сворачиваем. Нам туда надо. Там сильно не разгоняйся. Бо сейчас будет страшное поворотище. Чуть притормозим, потому что с таким прицепом нам очень может быть вот сейчас тормози, бы сейчас перевернется. Чтоб чуть-чуть перевернулся. Вот. Отлично. Вообще, я не знаю, как он видит и что он видит. Я лично мало что вижу здесь. Фух. Едем в этой полосе, потому что скакать слева направо тоже ерунда. Петляй тут виляет. Некоторые, конечно, туда-сюда и по прямой. О, 59. Сейчас нас полицейский тормознет. Так, не виляем хвостом. Едем аккуратно. 64 уже. Ух, разогнался как. 55 надо, а ты 64. Красавец. Что, сужение второй сейчас будет, да? Не, не сужение. 56. Вот. Погнали. Здесь ремонтные работы какие-то. Тут мы всех обгоняем. А нечего было ехать. Не ту полосу занимать. О. Тут вообще сейчас как застрянем, как нас назад покатят и будет мы далеко. Я, кстати, не посмотрел, сколько там вес мы везем вообще. Вот такой здоровенный вес. У нас уже 20 миль, мы можем ехать только. Ладно, перестраивайся на вон ту полосу для грузовиков. потому что 20 миль это плохо. Вот еще какие-то полицейские стоит тоже с грузовиком. В общем, 20, 19 миль уже. Ух, мы это сейчас точно не поднимемся на эту горочку. Даже никакой пассажир нам не поможет. лековушка промчалась, и там что-то у нас за спиной упала сумка якась. Хотя никого нету, а она падает. Значит, у нас какое-то привидение присутствует. Серьезно? Вы шутите? Сейчас спуск будет. Сейчас будем катиться. Покатились. это перебор опять со скоростью. Опять смотрелись на всяких темных личностей. 70 на 20 миль быстрее детям. И что? И хоть один бы полицейский. тишина. Никто не хочет нам штрафы выписывать. Вот так вот. Сейчас когда воним, нам надо сворачивать. Улегчаем поворот. Осторожно съезжаем. И впереди у нас легковушка. Скорость пока легковушка уходи, 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 уходи. чуть не врезались. Ёшкин кот. сейчас мы этого грузовика обойдем. не уходи. И въем, по прямой темный обгон на взлет и сейчас застрянем потому что этот грузовик сейчас в подгорочку будет ехать и соответственно у нас груз тяжелее да не я его обгоняю вы видите я его обгоняю обогнал его мушты я его обгоняю Перестраиваемся. Когда уже утро настанет. Я ничего не вижу. Как можно в кромешной тьме ехать и вести такой большой груз? Ну, 60 тысяч долларов. Это, да, я один раз ехал тоже приличную. Кажись, 80 тысяч хотел заработать или 40. Я уже точно не помню. В итоге не туда повернул и не вовремя привез груз и остался на бабах. Ну, точнее, я штраф не заплатил. Хотя вот в игре, если по-честному, то плохо, что нет никакого штрафа. Ну, если груз привозишь не вовремя, то, по идее, там, ну, в настоящей жизни, то штраф платится. И иногда в такую сумму, в которую стоимость груза. Так что, это все должно быть. Быть в реальности. Колеса пробиваться тоже должно быть. А тут нету этого. Плохая игра. Вам не нужно заезжать. Хорошо, заезжать не будем. Хоть что-то радует. Осталось 600 миль проехать, так что я даже не знаю, как-то она у меня еле-еле едет. 40 миль. 49 миль точнее. Заправляться нам пока не надо. Когда нам надо будет, так заправок не будет, честное слово. Продолжение следует... 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 свернуть и это у нас там и поремонтироваться можем и или вдоль дороги будем ехать смотреть давай вдоль дороги тихо 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 просто не хочу съезжать там выворачивать с таким прицепом блин это проблематично нам заехать на заправку поспать и все должна же быть это заправка теперь какие-то ремонтные работы там такие маленькие 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 сакраменто хоть что-то видно на вашем пути не предвидимые препятствия рекомендуем ручное перестроение маршрута ничего себе это что значит что это такое какое препятствие у нас тут где это препятствие я не вижу и где она тут как-то указано эти препятствия лео рот какие препятствия чем она говорил я не знаю там весовая это нам ехать и ехать еще до ближайших если мы сюда поедем то тут дой плохо возвращаться вот именно эх петруха я не знаю не хочу рисковать потому что придется возвращаться а если возвращаться то это блин это но это по этим дорогам это ужас я буду ехать как блин я буду ехать как блин убийцы кроликов ну давай послушаем их что ж тут сделаешь а вон оно вижу ага нам дорогу перекрыли ага что тут медленно еду сейчас тут пробка нарисуется едь быстрее дорогу перекрыли ага а если мы туда налево поехали ты уверен что нет не уверен ну ладно все равно там дорогу перекрыли хотел обхитрить ничего не выйти блин а и куда ты все ужас тихо 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 да такого не было жуть так а что по карте нам показывают а если бы мы вот по этой дороге поедем куда мы попадем нам натуре надо разворачиваться и туда ехать да уж ну тут же грузовики едут а если едут то значит могут а а а и и а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... И опять на ту же дорогу выскочить... Или сразу туда... А если вот прям... Ну прямо мы уже... Куда... Ехать и сюда... Тут много... А потом сюда... Не едем так как намалевано... Малин... Ммм... Да уж... Поездили... Что солнце встает... А я блин... Ни сном... Ни духом... Продолжение следует... куда ты поехал чудик там все равно перекрыто ну ты такие ваш пей о май гад ну ты види этого чудика тебе говорят едь туда не надо сюда я сейчас опять опоздаешь с хрузом и все может давайте переночуем пускай она саму тут может после того как мы переночуем такая-то да давай переночуем может это перекрытие уберут и тогда наверняка мы запляшем заправку плохой заезд с таким грузовиком нам как раз столько и сюда и завещать это не успели ничего сейчас мы ляжем поспим проснемся как раз можем спокойно ехать в ту сторону в которую нам надо это Believe реш Опять налево и сейчас сразу направо. Это вот здесь вот? Ничего себе. Где ж тут я могу поспать? Скажите, пожалуйста. Вот. Классно, только как-то будешь уезжать, я не знаю. Все, спать. Такс. Аккуратно. Все. Так. Руль сюда. Потихоньку, потихоньку должны выехать. Ничего страшного, акустики. Так, стоп. Сейчас машины проедут. Ага, тут в другой степь. Давай, давай, проезжай. Вот. И все получилось. Красота. Вот тут что? Нельзя выехать. Вот. Это, блин, путешествие у тебя. Тихо. Сейчас за дорогой. И тут пробка. Юшкин год. Да ёберный театр. Чуть-чуть. Толкнулись и уже, блин, 900. Давай едем. Карась. Карасик. Тут еще и дождь. Нам сюда стоп. Не хватало, чтобы ты еще раз стопнулся. Сейчас он еще назад сдаст. О, господи, давай. Ну, ладно уже. Поехал, то поехал. Меня пропустят. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что пропустили. Спасибо, что пропустили. Спасибо, что пропустили. Подписывайтесь. Спасибо, что пропустили. Поехал. Вот так. По второму маршруту. Не, не дают проехать, ладно, я вас понял. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, то, что мы переспали, отдохнули. У нас 13 часов запас есть, так что мы вполне довезем это дело. Ну, что ты петляешь? Да, дождь такой проливной льет. Грузовики вообще еле-еле едут. Там нам участок дороги прикрыли, теперь труба. Будем ехать по высоким участкам, так что разворачиваться, поворачиваться, это будет тяжело. Про заправку тоже не забудьте. Полбака осталось. Тут еще такой подъем, да? Вот поэтому они медленно едут. Надо специально, чтобы я сюда поехал. И долго потом потерял время. Я пропустил вас. Давайте, едьте. Давайте. 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 у нас 간пYeah. Да, тут вообще скорость будет минимальная. Подъема такие. Ужас. Если мы не поднимемся. Да уж. Разгоняйся, давай. Разгоняйся. 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 как там аварийку вызывать то всем обзор услуг настроек enter давайте так буксировка в сервис экстренная дозаправка настроить прицеп отказаться от прицепа буксировка в сервис ну это опять очередной 705 долларов и 1 час 39 в рина ну в рина это где дай бог здоровья рина рина а тыс а урина этот это ближе хорошо я согласен в рина мы согласны да вот такая вот авария у нас и пробочка такая хорошая ну вызывайся что enter 1 до ну и такое бывает подождите 125000 шоу мне уже 60000 это как они сто три четыре тысячи все нормально это куда вообще это до сюда еще попробовать сюда выехать ужас какой-то еще в таком туда да если не хочу туда что нормально получается все еще мы едем и опять ночь то что что будешь делать слышите мы красный поехали шо один шо другой как это называется это тоже на краю вообще едут на красный свет нарушает вот смотри вот как это что хоть сказать что у них зеленый еще рунта цепа зацепил хочется ужас а вот Продолжение следует... 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 Опять ночь, почти всю дорогу ночь. Да, но мне заправка нужна. Здесь из них никто не повернёт направо. Все поедут прямо. Да, отлично. Поехали теперь. Ну, не пойму, почему скорость так немедленно. Что мы в горку поднимаемся, что ли? Четвертая Сашанна принесла нам... Здравствуйте. Ждали? Ждали. Только блин, у нас тут приключение. Такие еще капец. А что случилось? Ну, блин, превысил скорость. И что, где-то погонится? Нет. Полиция? Перевернул, груз повредился и все. Теперь в объезд еще, блин, нам решили сделать. Перекрыли дорогу полицейские. Сказали, езжайте в объезд. Еще и топливо заканчивается в придачу. Пора сворачивать. Угу. Ну, еще двести пятьдесят шесть миль, но топлива точно не хватит. Еще этот красный свет. Ни одной машины нету. Блин. Стой. Он дороги, да? Да, да. О, наконец-то. У меня еще грузовик что-то еле-еле дышит. Ну, так... Он только подъехал. Ну, к сожалению. Видишь, как у меня пара бага. Так, а как ты? Ты же перевернулся или это? Не, я только первой одной частью залетел на бордюр. Ну, машиной самой, а прицеп на той. Ну, я вызвал эвакуацию и... Меня подвезли в ближайший город. Надо было, конечно, там починиться и заправиться. Но я решил рвануть. Ну, теперь тут сломя голову. Скорее всего, тут заправки нету. А если и будет, то, блин, с таким грузом попробуй туда подъесть. В общем... В общем, едешь... Лишь бы ехать. Да. Будет прикольно, если топливо закончится и меня вернут опять в тот город, из которого я вот это после аварии появился. И будет вообще весело. Я уже отъехал где-то на 100 миль. Ну, 100 километров или 160 километров. От этого городка. Если туда вернут... Так, скорость нельзя превышать. 56. О! И включаешь авторежим, автопилот и все. Гасулька самотист. Я даже могу? Да. Я знаю, что не доверяешь. Хочешь, на порулюй. Все равно уже груз разбитый. А как все-таки узнать, где заправки? Ну, да. Ну, по карте можно углянуть. Хочу посмотреть. Ну, вон впереди аж. Ну, да, там не заправимся. Увидишь. Отлично. Поехали. Поехали. А нельзя выбирать сужим? Хочу ездить только на... Можешь. Не хочу ездить только на ночь. Или только под дождь? Или только под дождь? И с этой... С ночами тоже можешь... Ну, просто ложишься и спишь. Нет. Ночь. Спишь и все. И пропускаешь ночь. Ну, я решил усложнить себе жизнь. Водителю поставил, чтобы он это... Как там... Уставал. И на сон его клонило. И поэтому он максимум 8-9 часов может. Или 10. Работать. И потом его на сон. И глаза закрываются. И потом авария. Как ты чувствуешь по водителю, что он хочет спать? Видишь? Осталось 5 часов. Вернее, это груз остался. А остановка для отдыха осталась 4 часа. Вот мы как раз будем подъезжать к финишу. И тогда он будет зевать. И вот... Кроватка. Вот она обычно серого цвета. Но когда она синего загружается, то это типа он уже устал сильно. Вот сейчас он устал? Ну, да. Там еще процентов 30. И он будет кричать, что спать хочет. Будет зевать. Ты больше это слышишь? Угу. Что в эфире будешь зевать не только ты? Да. Да. Может это всегда кто-то тебе помогает под боком зевать, а не ты? Может. Так. Так. Да, я вижу. Сейчас тут заправка. Вот она справа. Ну вот, прямо справа. Правее вот, видишь? Только тут надо с таким грузом заезжать осторожно. Я, наверное, назад сдам, если меня, конечно, не подопрут. Ну, сзади машины могут подпереть. Я же там встал. Вон, видишь? Почти. Ну, не на дороге, но... Тут не увидено. Ну, потом покажу. Сейчас заправлюсь. Вишь сколько? Ну да, тысячу долларов. И то это почти полный бак. Теперь смотри. Вон, видишь? Уже стоят машины. Вон, видишь? Уже стоят машины. С excel. Сюм. А это древесит. Это дерево. А-а-а. Сейчас я точно тебе скажу. Сейчас я точно тебе скажу. Бревноукладчик. Ну,what? Куда нам? Нам налево. Поворот налево. Пахнали по полной. Ну да, ну вон зеркало с одного вида. Если там что-то увидишь, то говори. Темно. Мне как-то не повезло. Почти всю серию еду в темноте. Ну да, ну вот сейчас он разгонится. У меня же груз там весит... Сколько? 119 тысяч фунтов. Возьми калькулятор, посчитай сколько это килограмм. Возьми калькулятор, посчитай. Спроси. Спасибо. Так. Фунты... Как много здесь сколько тебе? 119 тысяч. 119 тысяч. 119 тысяч... Один килограмм. Один килограмм. Это два и два фунта. Угу. То есть поделение на два, значит сколько это килограмм. Ну грубо так. Угу. Угу. 119 тысяч. 120 тысяч. Понятно. Спасибо. Ну 60 тонн вот представь. А машина рассчитана на меньший. Поэтому так и тянет. Я еще ее не проапгрейдил, как полагается. Ну деньги... Все в деньги упирается. Я вот думаю купить новый грузовик, а этот дальше не апгрейдить и пересадить сюда нового водителя, а самому сесть на новый автомобиль. Тот автомобиль тоже надо будет проапгрейдить, но я наверное этот проапгрейдил, а потом посмотрю сколько у меня будет денег. Если хватит на новый грузовик, то куплю еще новый грузовик. А если не хватит, ну так это будет. Но я вот за этот груз должен получить 60 тысяч долларов. И у меня будет 190 с чем-то тысяч. А грузовик приблизительно стоит 120 тысяч. Уже расцвет, да? Да, уже 4 утра. В 5 утра будет вообще видно. А в каком мы штате едем? И надо. А то смотреть. Так, слабо. Боюсь ошибиться. Может уже в Неваду въехали, может не въехали. Там новый штат, это Вашингтон. Далее. Но это не тот Вашингтон, там где город Вашингтон. Это штат Вашингтон. Там есть город Вашингтон, а есть штат Вашингтон. Или даже два штата Вашингтон. Я вот точно не помню. Ну вот что-то типа такого. И я туда еще не доехал, но до него еще... Ну а этот штат, потом еще один штат и потом уже Вашингтон. Ну сейчас кого-то врежусь. Не-е-е. Тут я еще не ездил. Не помню таких пейзажев. Электростанция. Колия. Да, интересная дорога. Угу. Может сейчас еще и пост увидим. О, слышишь? Вот предатель. Нам еще два часа ехать, и он уже спать хочет. Вон и поезд, кстати. 39 сейчас. Видишь, какие у них вагоны. С контейнерами. Угу. А у нас обычно по одному контейнеру 8. Никакой у нас логистики. Ну, у них какие-то они поменьше. У нас большие. Думаешь? Мне кажется, у нас вообще никаких контейнеров нет. И все контейнеры это с Европы, с Канады, с Америки, с Китая. У наших, кажется, может и есть контейнеры. Ну, я думаю, это они все стандартные. Потому что... Ну, только там их есть по размерам трех или четырех видов. Но длинные, это короткие, полуконтейнеры и так далее. Кому интересно, заглядывайте в Google и увидите, какие бывают вообще контейнеры. Угу. Некоторые даже из этих контейнеров дома строят. И очень даже красивые получается. Почему тут ограничение скорости 45, а? А, это город Кламат Фокс. А как ты видишь, что такое там какое-то ограничение? А знаки? У меня здесь сколько? Нет, это 97-я дорога. Ага. Сейчас я покажу. Вон там вот за светофором. Вот раз, два, три. Может второй, может третий. Сейчас ты стоишь? Я тебе показываю. Серьезно? Сейчас штраф. Сейчас штраф. Не, штраф не будет. Ну, мне он тут медленно трухается. Вот смотри. Да. Не, это опять дорога, номер второй. Сейчас. Вот будет белая табличка наподобие такой же, только с ограничением скорости. Я хоть туда еду. Я тут просто разговариваю. Ха-ха. 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 У-у-у-у. Ха-ха. Ха-ха. Может кофейку? Можно я так ему там? Ага. Вот. Ты как ты не пьёшься? Так где не пьёшься? знак агрантинный. Спасибо. Вам не нужно заезжать на станцию взвешения. Это хорошо. Только, блин. А, это на станцию. Хорошо. Читаешь, что там написано? Доход от водителя 3666. А там еще уволить его можно, да? Да, ну зачем нам увольнять? 5,45. У нас сейчас три водителя на нас работают. Три грузовика. Я собираюсь, планирую еще четвертого. И нанять, и купить. Так же, у меня компания как-то продвигается. Блин, только у него уже красная кроватка. Это сейчас будет его отрубать. И мы будем в аварию лететь. А ты можешь у вас как-то белок поставить? Ну, он так не работает. Сохление. А нам еще ехать 73 мили. Так мы почти приехали, так что, возможно, мы успеем. Но дело в том, что там во-первых, это заказ уже по времени мы почти тютелька в тютельку успеваем. Почему дорога подсвечивается красной? Ну, это этот, как его, GPS. Так, а в GPS обычно если красный, то значит, что что значит, что пробка? Нет, это он тебе показывает это, путь. То, что серое, это то, что ты туда не едешь. А красным это он выделяет дорогу, по которой ты должен ехать. Да, 15. Каких 15? Нету тут 15. Пусть за превышающий. Не, нормально. 61-62 на 2 мили можно. Я уже проверял. Вот 3 мили могут штрафануть. Я обычно на 1 милю превышаю, чтобы быстрее поехать. Не правильно понимаю навигация там внизу слева ограничение стоит? Да, да. 60. Ой. А, куртва. Фух. Мне страшно. не вовремя эти надписи показывать и не видел куда. Могу бы сейчас не туда свернуть вообще. Ммм, светофор. Опять какие-то ремонтные работы. можно так посмотреть и подъехать чуть ближе. Включайся уже. Мишка прилет впереди стоит. Хочешь фокус 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 ты его будешь вот где у нас вот на таком крохотном маленьком участке поставить светофор на ремонте нигде. Ставит. Ну ага. Ставит. Ставит. И тоже когда-то вот сколько корпус задуман на месте вот тут тоже встречал такое очень часто именно ночью. А, ночью. Да, ночью. И такие достаточно длинные расстояния вот так перекрываются где одна только полоса доступна и тоже ставят светофоры. Правда они не такие у меня подругие и более мобильные. Просто пару лет назад я ездил в основном руками ну и флажками там бегают машут рабочие. но мы уже почти приехали еще 14 миль и выгрузим груз а вот где поспать это конечно хороший вопрос нам будет еще куда-то ехать чтобы поспать и начнем штрафы платить там когда превышаешь лимит рабочий лимит то с компанией штраф всымают там небольшой 160 долларов но это каждый час просрочки 160 то есть 10 часов но 10 часов не сможешь ехать ну в таком состоянии он заснет и ты врежешься разобьешь все что можно разбить ну так он и рубят еще нужно лесопилку везем этот точно такой же только это поменьше а это у нас побольше агрегат ну это лесопилка ну да нам еще 3 мили и все мы приехали сейчас как навернемся стоп тут куда а дальше ну едь ты че ты стал нормально приплыли это как это ты хочешь вперед еду то я или вперед или назад он никуда не едем ты чего можно отсоединить такого еще не было такой плейлист не хочу я плейлиста не пойму че он застрял я понял он там он на мель сел не знаю нам только этого не хватало а а а а а а Играет музыка У нас уже и так мы опоздали. Ну то отцепился я. Сейчас надо попробовать под другим углом заехать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Садик протолкнуть его. Может получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ ПЕСording Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дэкс conscious Субтитры сделал DimaTorzok А Co? Субтитры сделал DimaTorzok Ч janic А то я galaxies и энергии preferер. Так, 7 передач, 10. А, так этот я грузовик могу тут это продавать. Спокойный, покупать новый. Только я все равно ничего не сработал. Так. Сейчас мы поспим и потом поедем. Отвезем груз. Правда, одно меня не интересует, почему они не это. Че, не хотят спать? Да ладно. Просто должен быть движением, когда спать за рулем. Да я знаю. Я ж пытаюсь это исправить. А вы мне че-то не даете тут поспать. Почему-то. Я не хочу поспать. Да хочу. Щас я. Щас, 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 щас. Щас. Отцеплю прицеп. Во, вы задремали. Стой, грузовик. Вот, пожалуйста, хочу мать, все приводят. Так, отцепляюсь. Поехал я спать. Вот здесь вот. Вот. Спать. Тебе не надо как-то парковаться там поправильно. Никогда. Что мне так везет на эти грузы. Тебе не надо как-то парковаться там поправильно. Так. 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 Салон закрыт А, это автосалон Всё, понял Сколько тебе ехать? 170 миль 3 часа Это быстро Я просто, правда, не вижу смысла Ехать Ты сейчас можешь отказаться от груза? Я не знаю как Я бы отказался Всё равно мне ничего не заплатят Стойка 700 баксов Ещё минус Вот теперь поездочка М-хм Наконец-то Наконец-то Угу Не, включаю Просто Просто на этом грузовике плохо видно Ну, вот в темноте они Хорошо видны Вот, видишь? На асфальте Не поездка Не поездка, а ужас какой-то Ад кромешный Блокировку Блокировку При чем здесь блокировка? Грузовик Не путаю Для перециона Чшшшшшшшшшшш Собираем Наши Форный Ну да. Да. Только время зря потратить. Да вот набираешь. Я имею ввиду что это. Ну то есть по игре этим разработчикам игры нужно здесь сделать вот такую функцию. Ну как и в реальной жизни. Если ты не вовремя привозишь груз, ты платишь штраф. Иногда тот штраф бывает такой, что это... Как его? Не, не, не. Этот штраф в размере может быть такой же, как и сам цена груза. Да, то есть не ты платишь, например, эти шестьдесят тысяч, а ну не тебе платят шестьдесят тысяч, а наоборот ты платишь шестьдесят тысяч. Ну да. Ну там по контракту договариваются всякие форс-мажоры. Что-то еще с прицепом, что я мог там прицепом зацепить-то. Вообще ужас какой-то. Что грузовик этот едет? Вот что он тут едет? В том-то дело не могу, там две сплошные. Придется за ним еще тащиться. Он будет ехать еле-еле. Пойдем-ка. Хотя у меня груз намного тяжелее, чем у него. Не, я могу как-бы еще выскочить и обогнать. У-у-у. 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 Неа. У-у-у. 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 Блин, другая машина подлезла. Класс! Девятьсот долларов минус. Хе-хе. Опять. Опять туда споехал. А где пустая, саша? М-мм. В зеркале там была машина уже. Ну, я уже поздно увидел ее. Е-хе. Что, у нас там такая зелестая дорога просто? У-ххх. Я же говорю, завезли за Кудыкиные горы. Называется? Дважды за одну поездку, дважды в ремонте был. Ну, то есть эвакуировали меня. И как там теперь, если там нельзя проехать, то как мне теперь туда в объезд, что ли, ехать теперь? Опять он еле-еле едет. Да я буду обхонять тебя. Ну, надеюсь. Хай, извиняй, если я его подрезал. Ну, я и так, никуда не спешу уже. А за такую может прийти штраф? Ну да, но тут вот только что была разметка с нашей стороны прерывистая. То есть там ты мог обхонять, и вот здесь вот тоже. А с той стороны ты не можешь. Если ты навстречу едешь. Вроде так, поправил. Если я что-то ошибаюсь, то вы напишите в комментариях и поправьте. Хотя только попробуйте, я вас съем. Самая худшая, блин, поездка у меня. Такого еще не было. Один раз эвакуировали, и все, больше не было. Это вообще ж... Подстава какая-то на этой лесопилке. Реально. Откуда я его знал, что оно там не это... Сядет на дно. Не сдвинешь его. Может, с разбегу так... Ну да, но там можно... Чуть другая дорога есть. Там слева и справа. Но там я тоже не знаю, какие эти... Может, там тоже... Может, сесть на пузо. Еще здесь, блин, давайте в горочку. Еле-еле тянет. Капец. Передачка. А-а. Тут, если на выше передачку поставить, то он заглохнет. А на ниже тут сгорит двигатель. Сейчас, пока доедем, он опять заснет. Наконец-то, качухарся, качухарся. И тут можешь в этой игре брать в кредит деньги. Если хочешь быстро раскрутиться, развертеться, понакупать грузовиков куча. И быстро зарабатывать, то можно. Но там, конечно, в самом начале тебе много не дадут денег. Скоро будет опять рассвет. Да, я срежу дорогу. Надеюсь. Получилось, ура. А вы считаете, тебе не оптимальный? Да не, я против движения, аж поехал. Навстречку. Только такого больше не повторять. Все равно я уже не успел. Попытка номер два. Звудканье. 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 Диана. Звудканье. но это уже в лес въезжаем так в горочку в поднимаем едет сейчас выравняется и пожмем ущерб слышно из-за тряски ущерб того тела шутите там по правой стороне поедем они по левой тихо мы же правая сторона будет более привередливая к нам тоже там господи шо еще скажи шо тут тоже сел то шо же вы будете делать это прицеп для вот этого вот с участками ладно на этом я прощаюсь с вами был вадим сена остальное увидите в следующей серии до скорого всем пока